МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире территория Тольятти. Программа о городе, где каждый день происходит что-то важное, интересное и необычное. В сегодняшнем выпуске вы увидите. Два решения одной проблемы. Тольяттинцам представили концепцию развития дорожно-транспортной сети до 2025 года. Обсуждение переросло в жаркие дебаты. Нужна ли городу новая лесная дорога? И гордость, и скорбь. 9 декабря в России отметили День Героев Отечества. Как этот день прошел в Тольятти? Горячий лед. В спорткомплексе Лада-Арена прошли масштабные пожарно-тактические учения. Поехали? Лесная дорога, как камень преткновения. Во вторник специалисты Санкт-Петербургского проектного института представили тольяттинцам концепцию развития дорожно-транспортной сети города. В октябре ее обсуждения проходили во всех районах Автограда. И сейчас готов окончательный вариант. Однако и в нем нет однозначного ответа, строить или нет через зеленую зону магистраль, которая соединила бы центральный район с Автозаводским. Специалисты прогнозируют, что к 2025 году с учетом увеличения числа автомобилей загруженность городских дорог достигнет 160% на отдельных участках. И рассчитали, как можно изменить ситуацию. В первом варианте мы предлагаем произвести строительство лесной дороги. На втором варианте мы отказываемся строительству лесной дороги и осуществляем строительство развязки в разных уровнях на пересечениях Южного шоссе, Автозаводского и Крещевского шоссе. Реконструкция участка улицы Громовой, строительство развязки на федеральной трассе Н-5, строительство участка улицы Механизаторов, строительство улицы Калмыцкой с выходом на обводное шоссе, Строительство улицы 40 лет Победы до Южного шоссе. Реконструкция Южного шоссе, замены кольцевых развязок на прямые участки. Реконструкция Лесопаркового и Комсомольского шоссе. Последнее предложение о расширении Лесопаркового шоссе в зеленой зоне и Комсомольского в портпоселке вызвало в зале бурные споры. Мы строили зону отдыха. Она и называется зона отдыха. Профилакторий, санаторий, пионерские лагеря, яхт-клубы, водные стадионы сейчас пытаемся сделать. Великолепный яхт-клуб «Дружба» лучше в России построили. Там остался небольшой кусок нормального леса. Сейчас по нему, расширяя Лесопарковое шоссе, вы будете рубить справа и слева сосны, оставшиеся, и окончательно угробите вот эту зону отдыха. Вам потомки не простят, понимаете, это преступление против населения города Тольятти. Постройте сначала развязку по южке, постройте в конце концов по сгоревшему лесу прямую дорогу, понимаете, и вы увидите, как разгрузится вся ситуация в городе. Я живу в портпоселке с рождения, ровно в этом доме, в котором, то есть в том доме, в котором родилась, живу 60 лет. И, конечно, мне бы не хотелось, чтобы улица Комсомольского шоссе, я и так практически не сплю ночами, потому что шум жуткий. А если ее расширят, ну это практически нам у житья не будет никакого. Таковы аргументы сторонников лесной дороги. Однако доводы имеются и у ее противников. Тот вариант лесной дороги, который когда-то предлагался, это единственный пока вариант с проектом, он предполагал проведение дороги по водозаборам. Это, к сожалению, несовместимо с жизнью города. То есть мы можем решить транспортные проблемы и получить кучу других проблем, чего мне бы, например, не хотелось. Мне проще тогда из города уехать. Там находятся водозаборы, а именно соцгородской. Это 5 километров южной нитки, северной нитки, 3 южной нитки. Там находится портовый, там находится комсомольский, то есть прибрежный. Да, планируется лесной и лесной 2. И поэтому я считаю, что целесообразно сначала сделать развязку, развязку, соединить на южном шоссе, соединить этой развязкой те районы, которые застраиваются. А рисковать водозаборами – это последняя днилась. Концепцию развития представили депутатам Тольяттинской думы. Парламентарии пока утвердили оба варианта. На 2014 год уже заложены средства на реализацию некоторых пунктов, а именно строительство дороги по улице 40 лет Октября и участка улицы Механизаторов, реконструкцию Офицерской. А вопрос необходимости лесной дороги еще предстоит решить. Не исключен вариант и общегородского референдума. Принимает решение городское сообщество. В данном случае наука говорит, что она в той инфраструктуре, которой сейчас живет город Тольятти, как он развивается, она должна быть. Если будет принято решение городским сообществом ее не строить в ближайшие 10-15 лет, то город со своим уровнем развития через 20-25 лет придет к тому, что оно будет все равно необходимым. Поэтому это вопрос только времени. Звуки боя в морозной тишине. Скорбная минута молчания и алые цветы. Так 9 декабря в Тольятти начался День Героев Отечества. Собравшихся в Парке Победы свело вместе горе от утраты близких. Тех, кто с оружием в руках выполнял приказы ценой собственной жизни. И убеждение, что об этом забывать нельзя. 19 лет прошло с тех трагических событий, которые разыгрались в конце 1994 года в Грозном. И только память сильнее смерти. Этот девиз родителей, погибших ребят, должен жить, несмотря ни на что. Цветы Ираиды Микриковой для сыновей Алексея и Александра. Братья-близнецы родились в один день и умерли в одну ночь. Новогоднюю ночь 1995 года в Грозном. На момент гибели им было по 19 лет. Это было в момент штурма Грозного. Когда мы узнали перед тем, как их в Чечню отправили, в Моздок, я их навещала, как бы слушок прошел, тогда об этом не говорили. Ну и мне старший, как бы я его называл, Саша, сказал, ну, приказы не обсуждается, куда нас пошлют, туда. Я еще обронил такую фразу, если будет война или что-то, как-то берегите себя. Даже некоторые как-то от этого уходили, убегали. На что мне Саша сказал, значит, все, я буду там, где будут все мои ребята. Тогда никто не знал, что это будет последний разговор матери с детьми. Сегодня имя братьев Микриковых носит машина строительный колледж Тольятти, где учился Александр. А на Банакинском кладбище образовалась аллея, где 1995 год смерти выбит почти на каждом гранитном камне. И упокой, Христе, души рад твоих. Сына Ивана Пекина Эдуарда призвали в армию в 1994 году. И сразу начали готовить к войне. 9 декабря его полк попал под первый артобстрел. В феврале 1995 Эдуард лежал в госпитале, а после лечения снова вернулся в горячую точку. Летом солдат получил второе, на этот раз смертельное ранение. После этого, как сына похоронили, через 5 лет у меня уже умерла жена. От переживаний всего. Заболела. Вот она умерла. У меня есть дочь, два внука. Я все равно не один с внуками. Знают они про своего дядю, рассказывают мою. Я горжусь своим сыном. День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года. И отчасти это возвращение до революционного дня памяти святого Георгия. Дата 9 декабря приурочена к событию 18 века, когда императрица Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца. После Октябрьского переворота и праздник, и награда были упразднены. В 21 веке в День Героев Отечества не только отдают дань памяти павшим воинам, но и чествуют ныне живущих. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, Кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В четверг у спорткомплекса «Лада-Арена» выли сигналы пожарных машин и работали оперативные службы. Так проходили масштабные учения. Вымышленный пожар сопровождали реальные трудности. Площадь сооружения 24 тысячи квадратных метров. На борьбу с условным огнем прибыли 60 пожарных и сотрудники МЧС, а также 8 единиц техники. Но найти путь к эпицентру возгорания среди множества одинаковых лестниц и коридоров оказалось непросто. По водной учении пожар начался здесь, в комментаторской будке. Это одно из самых опасных мест при возгорании. Во-первых, в помещении очень много электроприборов. Во-вторых, оно выходит как в сторону коридора, так и в сторону непосредственно спортивной арены, которая вмещает 6,5 тысяч зрителей. В моменты масштабных соревнований, с учетом прибывших гостей и персонала арены, в здании может находиться до 7,5 тысяч человек. Поэтому задача оперативных служб не только справиться с огнем и устранить задымление, но и эвакуировать людей, возможно, пострадавших. Среди пожарных заметна некоторая суматоха. Работать слаженно с сотрудниками спорткомплекса получается не всегда. Ну, пожарным эта работа, конечно, сложная. И в спортивных кроссовках бегать, да? Видите, насколько муниции на нас. Пожарить точно так, что только что маленько сложнее иногда бывает. А иногда легче бывает. То есть раз на раз не приходится. На Ладоарене подобное учение проходит впервые. Оперативные службы отрабатывают навыки ликвидации возгораний на объекте с массовым скоплением людей. Нельзя сказать, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Однако главная задача выполнена. Цель выполнена, я считаю. Потому что люди эвакуировались достаточно оперативно. Выполнили свой план. Есть вопросы по работе систем, которые мы будем решать. Здесь есть недостатки и по противопожарному обеспечению данного объекта, и по взаимодействию с администрацией объекта, ну и наши внутренние недостатки, как действовали сами подразделения. В течение следующего года мы продолжим изучение объекта с каждой дежурной сменой. То есть, по крайней мере, мы в следующем году зайдем еще четыре раза для отработки плана тушения пожара и четыре раза для решения пожарно-тактических задач. Меж тем, как рассказали представители ЛАДА-арены, противопожарная система крупнейшего спорткомплекса региона считается одной из самых современных в области. В здании имеется шесть аварийных выходов. При строительстве использовали трудновозгораемые материалы. А система вентиляции устроена таким образом, что при пожаре она отключает доступ воздуха в задымленные или охваченные огнем помещения. На сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, присылайте на электронную почту. А свежую порцию новостей о жизни города мы подадим вам ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти.